МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прошлый раз мы начали рассматривать способы выражения синтаксических отношений, и сейчас мы закончим рассмотрение вот этих самых способов выражения синтаксических отношений. Мы говорили про то, что синтаксические отношения могут выражаться формой отдельного слова, могут выражаться с помощью специальных слов, предлогов, союзов, могут выражаться с помощью порядка слов. И вот на стилистической функции порядка слов мы и остановились. Продолжаем увлекательное чтение увлекательного учебника Георгия Александровича Хаббургаева. В старославянском предложении в соответствии с индоевропейской синтаксической традицией «Подлежащее обычно занимало место впереди сказуемого». Кто сделал что? Вот подлежащее впереди сказуемого. Или кто есть кто? Опять подлежащее кто впереди сказуемого. Есть кто? Есть кто – это составное именное сказуемое. А слова, пояснявшие главные члены, нормально следовали после господствующего слова. Мяч белый, а не белый мяч. Вот белый мяч – это когда слово «поясняющее» предшествует господствующему. А мяч белый – это слово «поясняющее» после господствующего слова. Примером свободного расположения членов предложения может служить употребление согласованных определений, которые, как правило, были постпозитивны, то есть стояли после определяемого слова. «Последь же посла к ним сын свой глаголя, усрамляются сына моего». «Наконец послал к ним сына своего, говоря постыдяться сына моего». Это Евангелие от Матфея в рукописи Мариинского Евангелия. То же самое мы можем увидеть и в современном церковном тексте. «Последи же посла к ним сына своего» глаголя «усрамлятся сына моего». Вот «сына своего» и «сына моего» – это два постпозитивных таких определения. Или в Евангелии от Луки, там же в Мариинской рукописи «Человек един сотвори вечерю велию». «Един» – определение к слову «человек», «велию» – определение к слову «велию». То же самое читаем и в современном церковнославянском тексте. «Человек некий сотвори вечерю велию». Опять «некий» – определение к слову «человек», «велию» – определение к слову «вечерю». Это все постпозитивные определения. Или в Саввиной книге «Уподоблю его мужеве мудру, и же сотвори храм свой на камени». Храм свой, то есть дом свой. То же самое и в современном церковнославянском тексте. «Уподоблю его мужу мудру, и же созда храмину свою на камени». «Храмину свою» – постпозитивное определение к слову «храмину». «Мужу мудру» – постпозитивное определение к слову «мужу». Вместе с тем в старославянских текстах согласованное определение нередко оказывается впереди определяемого слова. Например, «Виноград предаст инем делателям». «Отдаст виноград иным работникам». То же и в современном церковном тексте. «Виноград предаст иным делателям». «Делатель» – это определяемое слово. «Инем» или «иным» – это определяющее, зависимое от него. Оно располагается перед ним. Или «Сотвори свою храмину на песце». «Построил свой дом на песке». Здесь современный церковно-славянский текст не следует тому старославянскому. «Созда храмину свою на песце». Сейчас объясню, почему. Сначала еще третий пример рассмотрим. «Не сядь на преднем месте». «Не садись на почетное место». Это в Евангелии от Луки, 14 глава. То же самое и в современном церковно-славянском тексте. «Не сядь на преднем месте». Препозитивное употребление определения вызвано необходимостью подчеркнуть важность данного признака в описываемых обстоятельствах. То, что в старославянскую эпоху «Сотвори свою храмину на песце», а он построил свой дом на песке, то с течением времени уступило место в плане логического ударения словосочетанию «на песке». Сравним «Который построил свой дом на песке» или «Который построил дом свой на песке». Вот логическое ударение со слова «свой» перешло на слово «песок». Поэтому и порядок слов поменялся. То же касается и порядка следования главных членов. При обычной постановке подлежащего перед сказуемым, кто сделал что? Например, «Человек-етер схождаше от Иерусалима в Иерихон». В современном тексте «Человек некий схождаше от Иерусалима во Иерихон». «Человек, подлежащий схождаше сказуемое». В старославянском тексте «Господин дому рече рабу своему». «Хозяин дома сказал своему рабу». В современном церковном тексте «Тогда разгневался дому владыка рече рабу своему». Опять владыка сначала подлежащая, а рече сказуемое, которое следует за ним. В случае необходимости подчеркнуть значимость указываемого действия или состояния, сказуемое выдвигалось на первое место. «Ирече Господь рабу, и сказал хозяин рабу». То же самое и в современном церковном тексте. «Ирече Господин к рабу». Подчеркивается значимость указанного действия. «И сказал он тогда». Или в Евангелии от Матфея. «И сниде дождь, и приду реки, и возвеяша ветри». И тоже в современном церковном тексте. «И сниде дождь, и приидоша реки, и возвеяша ветри, и наподоша на храме нуту». Сравним. «И дождь сниде, и реки приидоша, и ветри возвеяша». Здесь акцент перенесся бы на дождь, реки и ветры, как действующее начало. А когда перед нами сначала сказуемое, а потом подлежащее, тогда внимание переносится именно на само действие. «И сошел дождь, и пришли реки, и возвеяли ветры». И, наконец, выражение синтаксических отношений может осуществляться с помощью интонации. Это касается не уровня словосочетания, это касается уровня предложения. Ну, раз уж мы взялись перечислять способы выражения синтаксических отношений, так перечислим их все, в том числе и интонацию тоже. В отношении литературного языка можно привести примеры, например, с интонацией перечисления. «Женишься», «переменишься». И перед нами отношение однородности. А можно с интонацией обусловленности. «Женишься», «переменишься». Появляется пауза, и повышение и понижение тона располагаются иначе. И перед нами уже временные и либо условные отношения. Что касается повышения и понижения тона, мы с вами видели в предыдущем разделе нашего курса, в разделе орфоэпическом, когда мы занимались интонацией, интонационные конструкции в литературном языке оформляют синтагмы, оформляют определенные фразы и действуют в пределах предложения. Ну, максимум двух предложений. В пределах фразы, скажем так. А в церковнославянском языке аналоги интонационных конструкций погласятся, они говорят нам не о том, что вот сейчас будет такое-то предложение, они говорят нам о том, что сейчас звучит такой-то тип текста, текст такого-то типа. То есть вот погласятся для чтения апостола, погласятся для чтения Евангелия и так далее, и так далее. И поэтому интонационные средства, они в церковном языке, в церковнославянском, они зарезервированы под другое. Не под оформление синтаксических отношений, а под оформление вот тех самых стилистических отношений. Перед нами текст такого-то типа. Может быть, разве что те самые паузы, которые, например, позволяют провести границу синтагмы и, следовательно, границу словосочетания. В пасхальном песнопении «Во свете пресносущем сущаго смертвыми, что ищете яко человека, находящегося в вечно существующем свете, почему вы ищете с мертвецами, как обыкновенного человека?» Между сущаго и смертвыми нет никакого знака препинания. Но, тем не менее, вот здесь должна быть пауза с тем, чтобы сущаго и смертвыми было разнесено. Ищите кого что сущего, сущего где? «Во свете пресносущем» и «Ищете где?» «Смертвыми». Вот эти два слова зависят от одного и того же. «Ищете». В этом случае пауза действительно позволяет нам как минимум сегментировать в церковном тексте и провести правильно границу словосочетаний. Итак, подытожим. Способы выражения синтаксических отношений в церковно-славянском языке. Падежи, то есть формы слов – да. Предлоги – да. Союзы – ну, если мы рассматриваем сочинительные словосочетания или сложные предложения – да. А вот порядок слов и интонация – это принадлежность стилистическая, а не грамматическая в значительной степени. Поэтому и порядок слов, и интонация – они не меняют вот грамматических отношений, как правило. Они только подчеркивают те или иные оттенки. Перечисление способов выражения синтаксических отношений закончено, и в следующий раз мы будем рассматривать уже иные вещи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова